Не шуметь, не разговаривать, не мешать другим смотреть спектакль. Для этих студентов Театр Кукол – волшебный мир, в который многие из них попали впервые. Восторг и интерес вызывают буквально все. И главное, сегодня здесь можно не только посмотреть, как рождается спектакль, но и попробовать себя в роли профессионального кукловода. Знакомить иностранных студентов Владивостока с русским искусством и культурой, разнообразить их обучение – главная цель учебно-просветительского проекта «Очарование Тихоокеанской России». Его организаторы – Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» и Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы предусмотрели специальные образовательные программы. Сейчас проект проходит в Океаналиуме, в Приморской галерее картинной. Планируется в цирке, также планируется в Мариинском театре. И вот мы дошли до театра кукол. Сегодня у нас первое занятие состоялось, и в его рамках мы хотели познакомить ребят именно с театром. Закрепить уже знакомую лексику и узнать новые слова. Русский язык во Владивостоке сегодня изучают сотни студентов-иностранцев из Вьетнама, Китая, Колумбии, Южной Кореи и других стран. Русский язык – это уникальный язык. Это у русского языка есть богатство литературы. Я бы хотел прочитать русскую литературу на русском языке. В России есть хорошее образование и инвестиции хорошие. Хочу хорошо говорить русский язык. Какая будущая профессия у вас? Профессия – я хочу изучать экономическую. Связанную с экономикой, да? Да. Что можешь сказать по поводу сегодняшнего мероприятия, праздника? Что понравилось? Может быть, что-то удивило? Я увидел… Ну, так… Да, понравились. Да, мне нравится, очень нравится. Первое занятие в театре, на которое пришли около сотни студентов, ознакомительное. Ребятам рассказали о различных видах кукол. Следующие уроки посвятят репертуару театра. Наиболее интересны, конечно, спектакли по известным русским сказкам. Приключения колобка, три поросенка, сказка о рыбаке и рыбке и многие другие. Именно они позволят иностранцам больше узнать о русской культуре и традициях. Сегодня в разных вузах Владивостока обучаются более 5000 иностранных студентов. Анна Бережная, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.